Друзья, всем прекрасного солнечного утра! Сегодня у нас с вами уже 18 января. И сегодня у нас что? Правильно, сегодня у нас новый день, новые возможности. И главная наша задача на день какая? Правильно, быть счастливыми, улыбаться и радоваться. Поэтому я вас приветствую в этом новом прекрасном дне. И сегодня, кстати, с праздником, новый день в 2024 году. Повод, почему бы и не радоваться, да? Ну и по традиции мы с вами сейчас дойдем до морюшка до нашего. Я с собой, конечно же, взяла мандаринки. Две штучки сейчас. Пойдем посмотрим на наше морюшко, посмотрим на ласточки. На ласточки? Ласточка поехала. Посмотрим не на ласточек, а посмотрим на чаек. Давайте разверну камеру и будем смотреть, что у нас происходит вокруг. Так, ну что, все, идем мы на наш пляж. Русалочка, потому что он ближе всего мне. Такие прекрасные. А это, кстати, детишек. Видите, впереди детишки. Это с детского сада, там, в Посейдоне. Там есть, типа, такой частный детский сад. И с этого детского сада водят детишек на морские прогулки, на пляж. А там у нас находится пляж Кукуруза. Тоже туда сходим? Не знаю. Вот сегодня, кстати, время сейчас, сейчас я вам скажу. Время 11-15. Температура воздуха сейчас плюс 10. Максимально сегодня будет плюс 13 градусов. Так, давайте обгоним. Все, обогнали. Я, кстати, вчера пробовала задавать вопрос Алисе, колонке. Алиса, почему чайки любят кататься на волнах, плавать? И мне сказали такую вещь, что якобы-якобы, что они просто прячутся, грубо говоря, защищаются, да, там, от собак, от еще кого-то. То есть, ну, в море им легче спрятаться от каких-то там животных, чтобы их, грубо говоря, не съели. Ну, не знаю, насколько это правда. А голуби вообще, смотрите, у них пляжный сезон открыт. Они вообще легли и загорают. Вот они. Лежат себе на солнышке, кайфуют. Кстати, плюс 10, будет плюс 13. Вообще классная погода, такая солнечная. Я бы, конечно, солнцезащитные очки бы надела, но я их оставила в машине, поэтому я не стала их уже брать. А так, конечно, я очень, ну, очень за солнечные очки. Я вообще люблю в них ходить. Вот, даже голуби. Кстати, сейчас на мне просто такие леггинсы. Такая просто обыкновенная. Это для тех, кто собирается ехать в Сочи, не знает, что брать. И просто у меня получается толстовка и такая, типа, жилетка. Ну, она, конечно, уже такая потеплее, но достаточно комфортно. Поэтому, кто собирается ехать в Сочи, думает, что брать из одежды, то, конечно же, конечно. Вот, допустим, я вчера вечером гуляла здесь, и было плюс 2. Естественно, я пошла в теплом костюме, я пошла в теплой куртке, и мне было вообще настолько комфортно, настолько классно. Поэтому, ну, когда вы собираетесь ехать в Сочи, не думайте то, что, о, Сочи, это южный, типа, город, все. Значит, здесь тепло, можно прийти на пляж, лечь, загорать. Нет, можно, конечно, прийти на пляж, лечь и загорать. Но не в плюс 2 и не в плюс 10. Ну, вот в плюс 10 можно просто присесть и посидеть на пляже и понаслаждаться солнышком. Но в любом случае из одежды это первое, что я всегда говорю, в любом случае это куртка и теплый костюм. Все. Шапка, шарф, варежки там какие-нибудь. Это на случай того, если вы поедете там на экскурсию, либо просто погулять в Красную Поляну. Это да, это несомненно, либо там, если у вас теплый костюм флисовый, хотя бы, хотя бы капюшон. Все. А остальное, конечно же, по вашему желанию. Но чтобы было тепло. Пойдем на чай, посмотрим. Кстати, море сегодня вообще спокойное, спокойное. А еще хотела вам сегодня что рассказать. Я вчера, когда здесь гуляла, мы обычно, обычно, как это всегда происходит, то, что мы идем такие, типа, смотрим, смотрим вниз, смотрим куда-то себе под ноги, смотрим, ну, как минимум, вот, на линию горизонта, на уровне, да, своих глаз. А я вчера такая иду, у меня даже есть фотография, вот отсюда я вам, в принципе, могу вставить, показать. И вот этот вот ракурс у меня тоже есть. И я такая, поднимаю вот так вот, поднимаю свою голову, поднимаю глаза вверх. А там такое звездное небо, что вы даже себе не представляете. Я сейчас тоже вставлю фотографию, вот, посмотрите. И вот такое крутое, красивое звездное небо было вчера, представляете. И это я просто сфотографировала, просто на айфон, без всякой там фотокоррекции, без всякого-всякого. Просто, просто обыкновенная фотография, которую, и, да, и вообще, знаете, я скажу так, то, что... Фотографии, это такое дело, ну, то, что не просто там фотография, а это то, что видишь ты, то, что видят твои глаза, и это то, что сидит внутри тебя. Вот так. А внутри меня, как сделали подписчики выводы, внутри Марины живет чайка по имени Ливингстон. Я думаю, что многие догадаются, о чем я говорю. Кстати, нужно перечитать эту книгу, у меня есть в офисе, я ее возьму. Кстати, про офис. Время 11.20, я все никак не доберусь до офиса, понимаете, да? Я как бы человек вообще работоспособный, работоспособный, целеустремленный. И вообще, в целом, я там работаю уже, если так посчитать, ну, где-то сейчас 12 лет, это 100%, ну, где-то лет 14 я работаю уже, вот, ну, бесперерывно. Хотя мне 33 года. Можете, да, себе представить? Представить. Да, я все время работаю. Работаю, кстати, спрашивали тоже, Марина, а кем же вы работаете? Если вы можете, вы имеете возможность приходить на работу в 10, в 9, в 11 часов дня. Я рассказываю, расскажу немножечко себе. Я работаю юристом по недвижимости в городе Сочи уже на протяжении 8 лет. У меня очень большой, я бы даже сказала, колоссальный опыт в этой сфере. Поэтому для многих, возможно, это будет актуально, может быть, кому-то понадобится моя помощь, поэтому обращайтесь обязательно. Все мечтают, конечно же, переехать в Сочи, переехать в Сочи, купить недвижимость, либо отдыхать, либо для жизни. Поэтому мои, так сказать, услуги, да, моя помощь, в принципе, каждому пригодится. Да даже если не в Сочи, вы покупаете, приобретаете, продаете, делите, оформляете, вообще без разницы недвижимость. Поэтому welcome, можете ко мне обращаться. Такая минутка, минутка саморекламы. Вот, ну и, конечно же, конечно, я работаю в агентстве недвижимости. Если вам нужен будет подбор недвижимости, это, конечно, уже не ко мне. Могу подсказать, например, агента, который вам поможет подобрать шикарную, например, типа как вот это. Вот я сейчас живу в жилом комплексе Посейдон, и можно приобрести, допустим, квартиру даже в нем. Даже в нем можно приобрести, пожалуйста, студию, однокомнатную, двухкомнатную какую-нибудь квартиру. И с прекрасным вот таким вот шикарным видом на морюшко. Кстати, друзья, да, я сейчас хотела еще сказать про то, что у меня квартира, получается, на 12 этаже, и вот в этом корпусе. И балкон, ну прям, ну то есть виды, все, балкон, короче, со всех комнат открывается именно вот сюда, на эту часть. И я сегодня утром проснулась, такая, выхожу с чашечкой кофе на балкон и говорю, блин, ребят, какой это кайф. Я сейчас смотрю на рассвет, был такой классный рассвет с чашечкой кофе. Я опубликовала это видео у себя в телеграм-канале, поэтому тоже подписывайтесь, переходите под видео в комментарии, либо в описании этого видео, и там я всегда оставляю ссылочки на свой телеграм-канал, где я выкладываю всегда актуальную погоду в Сочи. Поэтому всегда утром, вечером я всегда публикую и показываю, какая погода, какая температура воздуха. То есть актуальная, если зайти там в Яндекс, это как бы одно, да. В Яндексе мы же все прекрасно знаем, что никто, ни гидрометцентр, ни Яндекс, ни Гесметио, вообще никто не может предсказать погоду нам. Поэтому погода это такое явление, что невозможно предугадать, какая будет погода и все остальное. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, я вам очень рекомендую. Там о жизни, о моей жизни, о жизни в Сочи, о погоде, вот о чайках этих прекрасных, о мандаринках. Вот я вчера тоже пошла, купила килограмм-полтора мандаринок. Они такие, конечно, ну и не мелкие, и не крупные, просто средние. И купила 150 рублей килограмм мандарин. Я купила килограмм-полтора, может даже и два. И как всегда, практически их уже, у меня их уже практически нет. Все, были мандарины, сплыли мандарины. Как я говорю, мандаринки для моринки. Так, ну что, ребят, посмотрели на море. Давайте еще немножечко прогуляемся вот так с вами вдоль морюшка. Море сегодня такое спокойное, спокойное. Прямо отсюда вообще уходить не хочется. Вот, даже голуби не хотят отсюда уходить. Курлык-курлык. Сейчас немножко прогуляемся. Чуть-чуть я вам вот отсюда, с этого ракурса покажу море. И все. И пойдем с вами. На сегодня хватит. Вечерние прогулки я не снимаю, когда прихожу на море. Я прихожу утром. Ну, либо вот как сегодня, практически в обед. И вечером. Но это я уже выкладываю у себя в телеграм-канале. В телеграм, в инстаграме. Но в инстаграм заходить, это нужно VPN включать. Многие не хотят, ленятся. Да я тоже, честно говоря, ленюсь. Поэтому мне проще все в телеграм-канал загрузить. И все. Это, кстати, ласточка. Можно до Красной Поляны доехать. Прекрасно. И погулять. На Мамаке, кстати, здесь тоже есть остановка. Да, поэтому можно просто сесть на ласточку. И там, условно говоря, за 180 рублей доехать до Красной Поляны. Почему бы и нет. И там спокойно походить, погулять. Кстати, я когда ездила на вечернее катание, там ехала пара. Они поднимались на канатку. Было уже 6 часов вечера. И они говорят, а мы типа там в составе экскурсии. А мы говорим, а что вы там уже увидите? Уже вечер, такой поздняя темнота. Они говорят, ну вот у нас такие экскурсоводы. Так получилось, что там задержались, тут задержались. И получается, что поднимались вверх в горы. За что заплатили, непонятно. И они просто ничего не увидят. Какой смысл отдавать деньги? Просто ради того, чтобы увидеть темноту, не увидеть горы, не понимая этого. Поэтому приезжайте лучше сами на Красную Поляну отдыхайте. И, ну, можно, конечно, в составе экскурсии, но только надо выезжать с утра, с самого утра. Там они возят буквально, по-моему, за 1000 рублей. У меня тоже, кстати, было видео про экскурсии у меня на канале. Кому будет интересно, есть такое агентство. Они в Красную Поляну возят, по-моему, за 1000 рублей сразу на три курорта по очереди. Твой, не твой Сочи. Это Сочи. А, это Сириус. Это Сириус, по-моему. Ну, в общем, ребят, если кому-то будет интересно, если что, пишите мне в комментариях. Я обязательно с вами поделюсь ссылочкой, поделюсь контактом Егорки, которые это все организуют. Вообще классные ребята. Поэтому очень-очень рекомендую вам. Так, ну что, ребят, я с вами буду прощаться. Обязательно, если вам понравилось видео, поставьте лайк. Поставьте обязательно, оставьте комментарий, хотя бы точку смайлик. Напишите просто спасибо, Марина, за видео. Что угодно просто напишите. Скажите, что ваше Сочи мне не нравится, ваше море, не знаю, самое ужасное в России, в мире. Хотя бы это тоже можете написать. Поэтому пишите хорошие, пишите плохие комментарии. И я с вами прощаюсь, говорю вам до новых встреч. Увидимся с вами завтра. Кстати, сегодня я начала с этого видео. Хотела сказать, что сегодня у нас получается крещенский сочельник. И сегодня в ночь с 18 на 19 будут купаться в море люди, в проруби. Я сегодня постараюсь тоже прийти в часиков 12 сюда на море. Посмотрю, будут люди купаться в море или нет. Кстати, температура воздуха плюс 12 градусов. И я думаю, что люди будут купаться. Поэтому переходите на мой телеграм-канал. Туда я быстрее выложу информацию, чем здесь. Я все сниму, обработаю. Все это потом загружу на ютуб-канал. Всю вот эту вот процедуру длинную. Все это выполню. И вы только увидите видео. Поэтому добавляйтесь в телеграм-канал. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Солнышко прям такое яркое. Я с вами прощаюсь и говорю вам пока-пока.